Слушай, я посмотрел, ну вот просто этого хочется начать. Последний бой с Шлеменко. Сразу, ты вообще без раскачки решил, да? Слушай, у меня просто такая раскачка, просто настолько много хейта именно русскому бойцу я не видел еще в интернете. С чем это связано, как ты думаешь? Ну, я думаю, что это люди, которые сидели тихо, ждали свой момент, когда Шлеменко подскользуется, упадет, и все уговорится, короче. У всех бывают людей, а не скажу, это хейтеры, это не враги, но у каждого достойного мужчины бывают и враги, и хейтеры. По-любому у тебя есть какие-то диалоги, может, какая-то в жизни быть, которая многим не нравится. Просто не нравится, где ты находишься, где ты сидишь там. Все им что-то не нравится. Ну, тут-то ты понимаешь, почему им не понравилось. То есть, ну, очень много было высказываний, выходов, эфиров. И, по сути, Шлеменко, как стал экспертом, ну, для всех, для многих людей, он просто был экспертом, который по любому инфоповоду давал свой комментарий, в общем. Ну, это же не означает, что эксперт не может проиграть. Нет, так мы же говорим именно про Шлеменко, а не про эксперт. Ну, он, как бы сказать, авторитетное мнение, и многие не соглашались с его авторитетом, скорее всего. Не нравились, как он высказывает, с таким серьезным видом, там, думали, что у него какие-то маски. Но у него всегда одно лицо, им это не нравилось. Может, каждый человек, да, свойственно иметь свои принципы, которые в жизни многим, может, чем-то не нравятся там. Ну, вот это и круто, как ты его вызываешь очень адекватно, очень правильно ты его вызываешь. Ты говоришь, я и уважаю твою мужскую жизненную позицию, но в клетке я хочу и себя проверить. И, ну, это большой вызов. Ты его несколько раз, в принципе, ты его всегда одинаковыми словами вызываешь. То, что молодые, молодые или вы голодные. Многие не понимают, ты вызываешь такого бойца в клетку, да, с ним подраться. Мы же для этого здесь все находимся, бойцы, чтобы выяснить, кто из нас самый сильный. А некоторые возводят его какой-то в ранг величия, что его нельзя вызывать. Ну, почему, если ты хочешь с ним подраться, ты можешь захотеть этого, ничего в этом такого нет. Вот. Ну, и вызывал, конечно, у меня есть к нему уважение, реально заслуженное, которое он в боях заслужил. А то, что он там за боями, там, противоалкоголя и так далее, принципы свои высказывает какие-то, о которых я тоже о многом согласен. Ну, это не повод, чтобы мы не выясняли теперь в клетке, кто из нас сильнее. Мы все здесь для одной цели, это забраться на вершину. Это путь каждого бойца. Сейчас это все так же актуально или актуальность спала? Допустим, Мага Исма уже чуть-чуть шутил на это, типа, чуть-чуть подобломался он как будто. Для тебя это так же актуально? Я думаю, на сегодняшний день, если зрительский интерес не присутствует, там, реальная конкуренция, это мало актуально, потому что он сейчас проиграл Ильичу. А Ильичи говорят, что схожи со мной, какая-то техника. Ну, мне кажется, реваншировать его надо, потом можно еще поговорить. Ну, вот сейчас я как раз, вот прям, вот два часа назад на Ушатайке, Камил, у Камила интервью брали, он говорил о том, что еще не официально, но какие-то, что уже с тобой поговорил, так более-менее приблизительно, что будет планировать твой бой с Минеевым на март. Там, в общем, переспросили на март. Ну, сколько уже разговоров постоянно про это. Я уже, пока официально не будет анонса, не буду верить этому. Ну, вот он тоже такую оставил люфт для этого, что это неофициально еще. Это кликбейт, нет, шара. Так чисто хайпануть немножечко. Ну, не знаю, есть, на самом деле, разговор интересный. Присутствует он, потому что уже до этого разговоры ходили о возможном бое, а сейчас уже о возможной дате. Это уже ближе к истине, да. Да, да. Я всегда в боевой форме сейчас тоже нахожусь. Ну, март – это не близко, но сейчас тоже в боевой форме. Так что я всегда готов в любую секунду доказать, что я номер один средний вес российского. И если март, то март вперед я готов. Это будет реально такое противостояние, что никого равнодушным не оставят. Мало людей вы встретите на улице в это время, когда я буду драться с Минеевым, потому что я буду с этими экранами. Ну, это очень. Вот если выбирать между боем Шара против Шлеменко или против Минеева, какой бой для вас? Шара – Минеев. По конкурентной способности, наверное. Мне Шара – ну, потому что, мне кажется, там больше будет в стойке. Мне кажется, Шлеменко может больше бой засушить, нежели Минеев, если захочешь. Да, тоже есть такой. А для тебя как ты считаешь? Ну, там разные сорвания. Вот, допустим, с Минеевым – это реально столкновение опыта, техники, с ультарной мощью, всего, можно сказать. А вот с Шлеменко, мне кажется, столкновение характеров именно будет у меня в бою с ним. Но все-таки техника решить, я думаю, в этом бою. А почему ты в бою с Минеевым скидываешь столкновение характеров? Характер в последнем, ну, после третьего раунда… Ну, Минеев не позиционирует себя, наверное, вот как человек. Может, это он, или он не позиционирует? Не, Владимир Минеев, честно говоря, за счет характера я вытащил в последнем бою. Выдержал натиск, там, стойкость показал, стойкость, там, прочность. Но я настраивался на пяти раунда в бой, после третьего раунда вот там начнется характер. Четвертый-пятый раунд, когда мы начнем выходить, вон там будем реально переступать через себя, идти вот к своей мечте, к своей цели, стать номером один. Блин, ну мне вот… Да. Чего? Не, Шлеменко тоже было бы интересно посмотреть, конечно. Но я просто, мне еще хочется, чтобы Мага уже, наконец-таки, поделитесь уже, там, сколько лет вы уже обсуждаете это. Поделитесь и… Мага мне тоже очень… Не обижается Мага, что ты его кусок хлеба забираешь? Нет, почему? Может быть, да, но он ничего не говорит. Нет, вот сейчас он Шлеменко будет готовиться, он мне просит по готовке ему помочь. Я буду левосторонней стойке работать. Ну, я люблю левостороннюю стойку. Не так часто применяю, но люблю к ней работать. Так что буду с ним теперь. И заодно чуть практику левосторонней стойки пройду. Интересно будет теперь показать себя в левосторонней стойке. Я хочу один бой хотя бы левосторонний провести полностью. Ну, с Минеем я буду не только левосторонний, а всего себя надо показать, чтобы реально выйти победителем. У него есть… У Владимира есть большой опыт в кикбоксинге. У него есть там… Он, если с ним бою один раз, два раза ошибку совершить, третий разу можно не простить. Это все мы знаем на таком уровне, когда кикбоксеры выступали, в ММА переходит, там одна ошибка может стоить всего. Вот поэтому мне интереснее посмотреть их с Минеевым, потому что там как будто бы скиллы более-менее одинаковые партий-голсингер, рукопашка и так далее. Да. То есть он будет знать. Ну, ты видишь, ты нетипичный дагестанский боец. У тебя больше ногами техника. У меня нетипичная тайская техника. Все думают, что я тайский боксер. И мой плюс в том, что начинают мои соперники привлекать в лагерь тайских боксеров. А у меня стиль не схожий с тайским боксом. Я дрался по тайскому боксу, тренировался, жил в Таиланде. Но у меня стиль не такой тайский боксер. У меня там сплетения разных стилей. Винчунь там, короче. Ты бирманским тоже позанимался? Бирманским боксером, да? Да, бирманским тоже занимался. Это вот интересно. Там это чуть-чуть углубление тайского, ответвление тайской головой. Вообще много ответвлений есть. Есть муай-тай, есть муай-бо-ран. Муай-бо-ран это более на красоту, там разные чуть техники. Есть бирманский боксер, это тоже рядом с Таиландом. Другой остров, другая страна. Там головой можно бить. Потом там нету нокдаунов. Там можно нокаутировать соперников, можно стать продолжить. Интересный вид спорта, такой очень жесткий. У тебя же жизнь вообще в Таиланде интересная была. Ты там очень много боев провел. Там я натерпелся реально. Ты там на пять тысяч вроде, да, там, если в рублях считать, там, неделю, две недели проживал, выживал, так скажем. Там не тяжелое время. Тяжелое время было, и мне нравится, что я прошел через это, и меня это сильно укрепило. Как закалило там. Я ехал туда без гроша денег, если братьев Хиромагамедовых спросите, они в шоке были, когда я прилетел поезду. Они там были на острове. Я взял билет, купил там 6-7 тысяч горячий билет, на утро был, кто-то, видимо, не сел в самолет. Я вот так быстро увидел в программе, и у друга говорю, дай за меня 6-7 тысяч, я тебе сейчас верну. Сейчас, сейчас вернусь. И не вернул до сих пор. Как его зовут? Я говорю, Гаджи, мой друг, если спасать. Гаджи, вот он. Я теперь сажусь в самолет, у меня карточка и телефон. Вот, а мне реально обещали после боя, что вот мой гонорар сейчас придет. Я говорю, ну завтра придет? Да, да, завтра точно придет. Я так вот, ну, обедом сажусь в самолет. Ну, думаю, значит, обедом не пиши, вечером пока лечу, там 10 часов дойдут. Пролетают, а у меня нет денег, нет кармана, нет карточка и телефон. Телефон, карточка в своей банкомате нету денег. Блин, вай-фай поймал друзей, говорю, где вы, чего вы туда, подъехал теперь к ним. Без рубля денег две недели на их шее жил, пока они не уехали. Потом мне, главное, сказали, вот завтра отправим, ну, через месяц отправим. Они каждый говорят, завтра банк не работает, то что-то, 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 что-то. В итоге через два месяца отправили, я просто долго отдал. Там вот так пришлось вот так выживать. Там потом повезло, рамадан месяц был, и мечети я кормился, повезло. Вот весь месяц мечети, короче, там, ифтары, там, накрывали шведский стол. А сколько ты вообще времени провел, в общем? Полгода я там жил. Это какие года? Это вот до карантина, вот, в прошлый год. А карантин в апреле начался. Восемнадцатый где-то? Ну, я просто, вот, девятнадцатый. Девятнадцатый, до карантина. Вот я там был тоже в это время, зимой. Девятнадцатый, вот. Было время, когда никого не было, ни одного россиянина на острове, с вами один был там. А в каком зале тренировался? Я в разный, я чисто традиционный тайский зал ходил. Один бой за один зал делал, шел другой за другой, потом. Ну, короче, я тренировался, они мне бои устраивали, и бесплатно тренировался. Я им проценты отдавал. Им каждый месяц зал менял. Там чуть обстановка такая уже в конце была, то, что на туристов больше рассчитано. А я как бы пробовал бояться, и мне не подходит программа для туристов, мне нужна реально хорошая тренировка. Я уже месяц ходил, вижу, что чуть одно и то же там. Каждый месяц одно и то же. Я зал менял, что-то новое. Потом другой зал. Так, в Тайгере, Айкей был потом. Вот так. В праздный зал ходил, хороший, ну, мне кажется, я хороший полгода там провел. Но больше так я без денег не поеду. А там же в Тайгере все говорят, что огромная территория и подразделяются. Туристические, новички, профессионалы и так далее. То есть ты, если новичок, ты к профессионалам в зал никак не попадешь. Там же все разделено. Идея, в Тайланде? Да, да. Ну, в Тайгере, Муай-Тай можно попасть. Прям к профессионалам ты не попадешь просто с улицы. Ну, вот... Может, зайдешь там, пофоткаешь, но ты с ними не потренируешься. Ну, вот, когда я был, так можно было сделать, пока я не видел. Вот, когда там Петруха... Ты профессионал сам. Нет, я имею в виду, не я тренировался, а ребята другие тренировались. Ну, там, знаешь, вот я был в Тайланде, много ребят со мной на связи были, и бразильцы, и иностранцы. Они слышали, что я с Дагестана, пытались через меня пробиться в Дагестан, приехать туда на сборы, там остаться несколько месяцев. Через меня хотели этот путь. Я потом думаю, а что я здесь нахожусь, здесь все туда хотят. Потом Дагестан приехал, смотрю, здесь, наверное, не хуже тренировки. Там, я же говорю, вот эта проблема... Привыкли туристов там, 3-4 раунда отработал на лапах, все, короче, там, пойди это сделай, сделай. И силу зря расходуешь. Ты вот видишь, иногда на какие-то задания тебе тренер дает, ты видишь, что ты просто силу расходуешь, а вот ничего не добавляется ни в техническом плане, ничему это не приводит, просто ты силу тратишь. А потом, реально, то, что нужно, сил уже мало остается. И ты нервничаешь же, я не хочу это делать, остаться до меня, и в другой зал идешь, я нормально тренирую. И там бывает так, лишь бы ты устал, ты думаешь, если ты устал, вышел с тренировки, такой, довольный, не идешь, я так усюю, я хорошо устал. А это может быть тебе просто... Ну, в бою это не пригодится, то, что делаю. Ты просто кайфанул. Устал-устал. Да, просто устал, кайфанул, что устал. Видел отборы вот в «Тайгер», как там проходят? Да, да, троял. Это вообще что такое? Это нормально вообще? Интересная система в конце этих, кто лапы держит, тайцы. Они, короче, тебе лапы держат и бьют тебя. У них щитки бывают, и они тебе лапами, ногами. Одному, я помню, парню... Ну, в ответ же нельзя ничего делать, вроде как. Ну, он тебе лапы в ответ держит, ты должен по лапам. Одному ребру, один колено, короче, тренер сломал ему. Он слег сразу. Там жестко, эти тайцы. Некоторые есть там два-три таких опасных тренера. А они, что хочешь, можно ожидать такие... Я не проходил. Хотя, если злой, тебе даст, да? Да. Слушай, ну, ты часто бываешь и в разных промоушенах поп-ММА, на пресс-конференциях присутствуешь. И наше дело, ты дрался. Просто смотря на твои бои, на тебя, видно, что потенциал огромный, перспектива большая. И дело времени, чтобы ты переехал в UFC, мне так кажется. Но вот именно появление на площадках поп-ММА не сбивает тебя? Профессионализм твой как бы? Ну, вот я раньше думал, мне даже на Face to Face когда звали, меня появились в нашем деле. Я не хотел здесь 2-3 тысячи километров преодолевать, чтобы просто в глаза сопернику посмотреть и уехать. А мне это было... Ну, что я ему эти глаза, мне эти детские игры не любят. А глаза посмотреть, 2 тысячи из-за этого метра, а у меня там тренировки, спарринги серьезные идут. Я не хочу от процесса никак выскочить, куда-то лететь, пролетать. Азана, адаптация, там, день-два. А потом я переживал, нервничал за это. И ругался с этими матчмейкерами, не хотел лететь. Придумывал что-то, лишь бы не полететь. А потом я как-то в моменте посидел, подумал, это же тоже моя работа. Конечно. И начал в этом моменте тоже прогрессировать. В едином плане я сейчас хочу больше работать над этим. Понимать, что это тоже входит в мою работу. И это часть работы, надо ее тоже, как я в бою или хочу, там, на 5 с плюсом отработать. Так же там надо... Ну, а вот последнюю пресс-конференцию ты посмотрел, где на хардкоре было. Ты там вообще уверенно, прям, шара буллет в здании. Не знаю, я видел. Шара буллет, инда-хаус. Да-да-да. Слушай, неплохо, неплохо. Ну, такие моменты, они только подогревают зрительский интерес на самом деле. Ну, да, ты приходишь, некоторые думают, вот камень сидит, такой молчит, камень просто. Ну, надо чуть человека, можно раздергать, пообщаться. Какие-то определенные... Как-то человека можно раскачать, просто не все стараются это сделать. Приходишь, допустим, одни вопросы рассчитываешь, а он тебе там какие-то вопросы неинтересные, втыкает вообще не нужно. Думаешь, ну, это неинтересно людям. У тебя был какой-то момент, когда ты уже такой, ну, все, я ему счастлив, ну, точно залечу в зоне, но на пресс-конференции... На пресс-конференцию? Хотя, вот, ты знаешь, ну... Нет, конференции не... У меня было нажиг, я первый раз, когда приехал на наше дело, у меня первый бой. И, короче, конференция, я же первый раз в этой вообще движухе оказался. Я же не знал, это наше дело, вообще такая с поп-м-а. А я тогда не знал, что это движуха. А теперь приезжаю, что, друзья, ждут меня на конференции. Там до меня кто-то там базарил на конференции. Я не видел эту тему. Я теперь приезжаю. Они говорят, ты куда нас привел? Говорят, ты что здесь? Ты же, говорит, ЮСи хотел, ты что, говорит, пойдем отсюда и забирают меня. А мне стыдно, там, друг, который меня сюда позвал, уже мне билеты оплатили, все, я прилетел уже. Они мне, идем, я тебе найду другой бой, оставь, это все. И мне, ты же ЮСи хотел. Что, издеваетесь, что ли? Я говорю, ну, люди знают, с кем как можно хипщеваться, со мной никто не будет там так себя вести, я его не позволю. Я теперь рассел, у меня со мной такой уважительный тоже соперник, и они поняли, что там просто у кого-то там сценарий, у меня там нет сценария, так как я двигаюсь. И потом у меня теперь лапа, перед боем лапа теперь, меня теперь тренер держит, тоже в шоке став. С ногом говорит, ты где этот бой? На Авито нашел. И где этот бой на Авито нашел? И мне теперь там Алла Сет, мой друг, он же мне этот бой нашел. И он такой, ему не покайфить. То у меня друзья хотят забрать оттуда перед ним, короче, то этот тренер говорит, ты что, на Авито бой нашел? А там вот интересная движуха. А сейчас как? Сейчас нормально к этому? Да, интересная движуха там все-таки. Я вот побывал, посмотрел, честно говоря, мне показалось, что они могут профессиональный спорт именно ММА перекрыть, потому что они с утра до ночи пашут. Это кто именно? Вот эти поп-ММА, наши дела, хардкор. С утра до ночи вот эти бои у них идут, короче, идут, они на месяц-два вперед бои все делают. В профессиональной лиге там два-три месяца один турнир или как-то проводят. Вот я тебе в этот момент и спрашивал, что ты вот на бои по ММА как настраиваешься? Как на профбой или более такой разогревочный? Просто там сама вот эта организационная, когда тебя потягивают, зовут там на бой, чуть не профессионально там может быть, они тебе могут за три-четыре дня сказать, вот готов ты, не готов. И ты такой сидишь, что я делал? Допустим, у меня был момент, то что там они мне говорят, делать гран-при, уже началось, спонсора говорят, через три-четыре дня турнир, либо ты дерешься, либо нет, гран-при вылетаешь, если не дерешься. А я такую штангу тягал, короче, на тренировку всю эту неделю. И такой у меня через три дня боя, такой весь зажатый, забитый, забитый. Потом два дня подряд в парную ходил, чтобы чуть размягчить свои мышцы. Как-то вышел, так подрался. Вот с Кубиком тоже ситуация была, я помню, видел, ты рассказывал. Чуть ли не за день или в день тебе позвонили, сказали. А, Клыбиком, там интересно вообще. Клыбик? Клыбик, да. Клыбик, ты сказал? Он постановил опытный, реально боец. Там у него 14 побед, 4 поражения. И вот меня вот так, я тогда 82 килограмма весил, я там, короче, у меня дочь родилась, и я теперь пикник, у меня там родственников позвал, жарю, там шашлыки, и мне звонят на 93 килограмма, короче, вот сейчас сегодня надо вылететь бесплатно еще, бесплатно на 93 килограмма. И вот сегодня, короче. Я еще... Сегодня бой надо. участвовать. Еще деньги с собой возьми. Бесплатно это, ну, что за... Какой интерес должен быть у бойца? Ну, набивать рекорды. Когда я людям это говорил, понял, кто-нибудь посоветовался, там у меня братья, потому что я с ними советую, они на нормального смотрели. На 10 килограмм, он говорит, больше. Сегодня бой. Бесплатный. А вот ребенок родился. Сиди, кушай. Ехать, куда-то драться. Я так разозлился на эту ситуацию, реально, потому что меня заставили отказаться, короче, у меня только все какие-то... А теперь, я смотрю, этот Станислав Клубик, они нашли в итоге в этот день соперника, он теперь вышел в клетку и вместо боя, брикданс потанцевал и ушел. Серьезно? Да. Ну, интересно. Слушай, прикольно на самом деле. А сейчас я его в хардкоре вызываю, посмотрим, может, бой будет сейчас. На нормальных условиях, короче. Ну, Попа Мэмэй нормально медийку прокачивает, это факт. Да. Ты это почувствовал, кстати? Мне кажется, Попа Мэмэй, я так слежу, вижу, как она прогрессирует. Либо за ней будущее, либо она сейчас вообще, короче, мне такое ощущение, ну, за ней реально будущее. Нету золотой середины. Да, мне кажется, либо она сейчас, короче, где-то тормознется, все, спонсора закроется, тема, или за ней будет. Обидно, я думаю, они выйдут, но хардкор как минимум профессиональным станет промоушеном, точно. Либо профессиональным, либо будут параллельно как-то вместе двигаться. Я бы, я бы не делил, типа, потом в дальнейшем Попа, как-то это сольется в одно, мое такое ощущение. Уже почти что сливается. Вот сколько профессиональных бойцов туда-сюда, и резиденты, и нормальных, серьезных организаций в Поп ММА тоже дерутся. Это как YouTube-телевизор почти что так. Поп ММА, вот профессионалы дерутся, многие об этом могут не знать. Многие ребята не знают чемпионов UFC. Но вот Поп ММА, сфере, кто двигается, их всех могут знать. Эти ребята, которые не знают чемпионов UFC, но знают Поп ММА бойцов. И это Поп ММА индустрия, она именно затягивает людей, которые не из профессионального спорта туда. Разные звезды, гер как-то, как, где. Ну да, и зрители из-за этого больше. Да, и шума больше, интересы там. Какой-то КММА появляется больше у людей. Уже люди начинают выяснять все в клетке, там, какое-то у кого-то недоразумение случилось. Он сразу на конференции, давай выясним в клетке. Там, рэперы, там, и актеры из дома 2 даже люди уже начали там. Не, ну согласитесь, по-настоящему блистают там люди с навыками. Вот по-настоящему топы вот этого всего. Те, у кого, ну, Но уже звоночек, что люди с навыками туда идут. И это такой, год назад, когда мы собирались, разговаривали, вообще-таки, фу, мы никогда туда не пойдем. пример. Проходит год, и это становится огромным. из шара. Ну, много примеров. Ну, мы профи туда, вот, допустим, я залетаю, на меня как на читера, короче, смотрю. Вот уже Харитоново даже, Харитоново даже уже это, что-то замолвился о том, что организуйте. Харитоново даже я бы не стал говорить. Не, даже я имею в виду все равно взрослые люди, которые как будто бы точно не пойдут туда. Слушай, какой самый большой гонорар у тебя был в ПОП-ММА? ПОП-ММА? Последний, наверное, вот. У меня же гонорар, бой к бою растет. Так что, последний это был за финал Гран-при. Мне там квартиру обещали, но мы как-то ее разделили. Суэфа, когда надо было? Да, но мы как-то ее разделили на трех. Последний бой, по сути, А бабки пришли, кстати? Да. Бабки пришли. И можно в Таиланд поезжать. Ну, ты вообще с кайфом залетишь в Таиланд, мне кажется. Там больше были гонорары, чем на Файтнайт? Где? В ПОП-ММА. Нет, РСС последний бой у тебя был. РСС у меня больше гонорара был. Был, да? Да. РСС это профессиональная промоуза? Да, да, да. РСС был больше, но предложение от Файтнайтса было выше. Просто как-то что-то мы с датами не сошлись. РСС предложило, имя мне хорошее. Я, по сути, деньги на второй план ушли. Больше этот рейтинг, то, что Мартынов, мой соперник, первый номер был. Воин, блин, как он держался нормально. Крепкий, да, парень, на самом деле, стойкий. И тут это имя и рейтинг меня больше мотивировало. По сути, я даже бесплатно вышел просто за этот рейтинг подраться. И деньги нужно было, потому что мне уважение оказали должное. уже добился какого-то регалии. Слушай, вот РСС, когда смотрю, иногда такое ощущение, что вот есть много денег у организаций, но не знают, как правильно выстраивать структуру, знаешь, А мне кажется, у них это прицел на локальное. Это уральское? Да, и там вот они собирают уральских пацанов в Урал, в Сибирь. РСС, я вот как понял, у них вектор развития сейчас поменялся, и они начали понимать, что можно очень много денег вложить, но никто не узнает о том, что вообще турнир прошел, шума нет. Кто-то я про такие моменты думал. Классно, что они тебя подтягивают. А сейчас начали они как бы вкладываться, ну, с таким замахом, чтобы эти люди больше узнали об этом, больше движущих, хайпа было, шума. Мне понравилось, у них вектор развития поменялся в лучшую сторону. И они прибавили в этом плане в медиа. Посмотрим дальше, что будет. У меня они появились, то есть в поле зрения. А они давно, значит, не существуют? Да, не очень давно. Как я пою, ну, реально, я до этого не видел. Ну, они вкладывались, вот как Шара говорит, у местных своих доморощенных воспитанников, короче, и от этого... Штырков нам проехали? Штырков, все, я понял, теперь я просто с растухи делаю. Ну, вот мне что понравилось, они с Мартынова меня свели, как бы не испугались такого противостояния, обычно как бы домашний чемпион, и ему привозят там на убой всех, короче. Слушай, в моменте казалось, как будто он не чувствует ударов. Или ты не вкладывался? Я вкладывался, но не на всю вкладывался, вот особенно вот эти лоу-кики, потому что, потому что вот как бывает, ты готовишься к бою, и все тебя знают, как то, что ты лоу-кики сажаешь, и он все три месяца блоки ставит от этих лоу-киков, и ты выходишь, думаешь, сейчас я ему со всей силы, а он мне блок поставит, у меня как Андерс на силу нога отлетит. И ты уже так бьешь, короче, ну, на всякий случай, не на всю, чтобы нога не отлетела. И смотришь, он уже не ставит блоки. Я думал, он будет ставить. Ты на блок в жизни подратский. На блок бьющему ощутимо бывает, если тебе блок поставили? Бьющему ощутимо. Это кость-кость получается? Да, но на пол раунда может тебя вот так чуть-чуть охромать заставить, о ноге думать. Ну, смотри, как блок поставят. Бывает, люди ставят блок неправильно, самому больно становится, самому больнее становится. Надо блок тоже уметь правильно ставить. А некоторые бывают, вот как Гейджи, ему без разницы блок, не блок, он просто так шах на всю засаживает. Типа, мне больно, значит, ему тоже больно будет, значит, нормально. А я ногой столько ударов не видел ни в одном бою просто. Согласитесь, ногой он намного эффектнее нокаут. И красные люди ходят, я тоже этого не особо видел, отбитые, ну, вот красные, бочина отбитая, прям видно. Я б не выходил против нас. У тебя короночка какая ногой? Не знаю, много коронок. Вот в последнем бою вот с Мартыновым. А Паш, можешь показать? Да что ты всегда до меня всех тренировал? Давайте на адаме. Чтобы твоя кепка слетела. Ты видел последний удар от Твити? Вот к пяткой, вот этот, как-то его назвали комментаторы сейчас? Я забыл. Хук, хукик как-то? Хукик? Хукик. Типа лоу-кик и хукик. Я не знаю, что я забыл название. Мне нравится, когда пятка вот так сверху, Тау. Топорик? Да. Блин, как он хорошо заходил. Я просто его не кинул. Блин, от секунданта столько ругал его. Он такой прям... Я говорю, ты что мне этот удар не кричал? Ты же мне говорил за два дня до боя, что удар надо бить. А во время боя ничего не сказал. А я забываю тоже. Фронт кик тоже. Когда у тебя одно что-то проходит, ты уже лишний раз о других вещах не заморачиваешься. И для этого есть угол, который можешь в моменте подсказать хорошо. А угол тоже иногда довольствуется тем, что боятся, думают лишнее, что-то сейчас подскажу. Топорик кину, а он этот топорик поймает, что он не развивает. А топорик как бьется? Типа... Ты бьешь, типа, якобы, лоу-кик, поднимаешь ногу и так или как? О-о-о, ты шаришь. Да-о? Вот оттуда ему лучше дойдет. Блин, это получается еще как в Мортал Комбате. Если ты пробил что-то, какой удар проходит, нормальный, ты начинаешь им грешить, типа, всегда? Я так ненавидел в Мортал Комбате, когда кто-то... Ты уже одно проходит, думаешь, зачем сейчас лишнее другое что-то делать, придумывать? А одно заходит... Нормально. Сюда с ворота пяткой. И тот забыл защиту включить, пригни. Нечально начал как-то по-другому защитить. Как вы знаете, наши друзья из Винлайн с этого года выступают официальными партнерами UFC. И теперь все бои промоушена в полном объеме абсолютно бесплатно можно будет посмотреть прямо в приложении компании. Там, кстати, еще и в режиме онлайн доступна подробная статистика. Такой фичи нет даже у обладателей UFC Fight Pass. Оценить все эти навороты вы сможете во время ближайшего турнира UFC. Ссылка на приложение Винлайн в закрепленном комментарии. Скачайте его сейчас, чтобы не делать это в суете перед турниром. Слушай, вспоминаю вот этот последний инцидент, где ты прекратил публичную романтику. Публичная романтика? Как вообще, слушай, как это закончилось? Нормально все, да? Нет, все четко. Мне больше понравилось, что народ мой поддержал. И я понял, что во всех структурах и есть достойные мужчины, которые из традиций и какие-то принципы еще остались у людей, и они хотят их чтить. И это больше всего мне понравилось. И гордость чуть взяла туда свой народ, то, что еще не все упущено, еще есть задатки старых наших традиций, которые нам оставили, наши предки достойные. Ты в одном интервью сказал, что когда ты разговаривал с этим парнем, ты почувствовал, что он первый ударит и дал ему эту возможность. Там, знаешь, как я вот я видел, когда он уже, когда я ему замечание сделал, он повернулся в мою сторону. Как он не ответил, это, ну, я уже понимал, что он как-то неадекватен уже, да? Как это понять? Как понять, что он тебя первый ударит? Он уже не собирался разговаривать. Уже видно было, что в его глазах, его поведение, я видел, что он реально бычара, да? Он просто хочет сейчас показать, что он сильный, что с ним так, ему такие замечания нельзя делать, что он король этого торгового центра. А это местный был или приезжий? Местный, да. Приезжий, если был бы другого вопроса, это же местный свой же, когда знает то, что так нельзя делать. Это когда человек не знает, это простительно, понимаешь? А человек знает, и он принципиально, специально так делает, вот показать, вот я вот такой, я вот могу, да? Оппозиция. Да, да, потому что он видел, я иду сзади, с бородой, такой горец, иду, знает, где находится, знает, что у нас такое не принято. Вот просто он, вот я могу, мне никто ничего за это не сказать тоже не может. Типа вот, а я такой. И вот когда я ему замечание сделал, он так повернулся, ты что ли мне здесь будешь сейчас что-то говорить, сказал мне, и девушка говорит, пойди, пойди, и он только поворачивает, я уже вижу, что он как будто меня говорит, эскалатор, он, я вообще здесь еще оказался, он что, дурак, что ли, Я вот так, как тихо, так спинку его взял, говорю, пойдем, пойдем на улицу, пойдем. Я думаю, ну надо выводить его сейчас, зачем мне ситуацию там устраивать, разгонять на улицу, там никто не увидит, там можно уйти за угол. Мертвую зону отвел аккуратно. Да, там торговый центр, семь полевых ранений. Дурачок смотреться не хотел, и только эскалатор закончился, он так отдернулся, эту ногу назад, и такая дистанция для правого, короче, такого кроссовая. И я смотрю, я уже тоже у меня школа в Махачкалинских улиц присутствует, уже догоняю, что вот человек только со меня засадить хочет, потому что я ему что-то хочу объяснять, я вижу, он меня не слышит просто, понимаешь, а сейчас я ему дам жизнь. Я вижу, что и мне еще, по сути, тоже ему не за что ударить. Сейчас я его ударю, он упадет, потом докажи всем, что он хотел тебя ударить. Все скажут, у тебя просто паранормальное явление какие-то у тебя головы, скажут, тебе кажется, или здесь, что тебя хотел ударить, ты еще от боя не отошел. Ну, если бы ты еще добавлял, что он Шлеменко, может быть, они бы так. Да, да. Вот, вот, кто тебя хочет ударить, вот Шлеменко, какой Шлеменко, шар отормозит, нормально все. Я тебе говорю, он там был. Да вот он стоит, они двое их. Хорошо, что камера есть, на самом деле. И что? Повезло, я когда мне сказали, вы увидели, люди начали звонить мне, говорить, вот, видео вышло. Я думал, это последнее видео вышло. Так это же через месяц, да? Да, я там в плохом свете реально выгляжу. Просто взял, подошел, человека ударил, люди же не знают, для что, почему, как. Потом, легче стало, когда увидел, что внутри тоже камеры. Ну да, кстати, если бы с улицы, это вообще все подговорили. А кто это, это непонятно, кто это все выкинул, кто это затеял? Это охранники торгового центра. Ну, то есть, это не с подачи вот этого чувака. Не, мне кажется, это органы начали разбираться, попросили камеры, наверное, видеонаблюдение, и вот так вот кто-то с телефона снял, выложил. Потому что, да, когда у меня это появилось, я такой, ты там вообще был злодей. Ну, вот так, где-то я это увидел, я такой, да что такое, вот как ты говоришь. Да. Там, когда я уже, видимо, поднялся вопрос, уже все объяснено было. Вот для кого как удобно? Кто-то выставлял видео с улицы, кто-то полностью. Ну, когда он у меня уже урушился, вижу, я вот, очи меня ударят. Я ему что-то говорю, он ничего не говорит. Я теперь ближе подхожу, вижу, что сейчас, мне, короче, там 2-3 варианта только было. Я бы, нужно его реально отскочить от него, дистанцию взять. Тоже, да, как-то смысл смотрел. Было бы странно, если бы он ничего не сделал, а ты просто... Да, Будешь еще целоваться? Я теперь думаю, ну, надо третий вариант что-то объяснять ему, подходить. Второй вариант самому ударить. Думаю, второй вариант это гиблый вариант. Я вот сюда ему подойду. Ты вот в этом, в 5 секундах столько у тебя, да, там меньше, там меньше секунды, у тебя уже головой быстро это все, короче. Кого-то долго думал, кажется. Ну, я начал подходить, ему объяснять, говорю, ты понимаешь, ты где находишься, такие вещи не позволены, говорят, торговцы. И только вот, он мне такой, ты что ударил? Просто ты что сказал, я помню, ты что, и он мне штах ударил. Прямо подбородок еще попал в челюсть. А если был сразу над ним оказался? Злодей, да. Потом, потом я еще, я его ударил, и хочу один раз хотя бы дать ему, чтобы все пришло. Потом калином дал, я ему на полу. Я думаю, ему хватит, наверное, уже по колену, голову уже опасно. Я понял, что я ему не полностью засадил, скорость чуть попала. Думаю, тоже достаточно успокоиться. И так меня разнимать, а так не напрягая, встаю тоже, думаю, да, ему хватит только. он как скачу, мне оттуда еще начинает накидывать. Я думаю, ох, собака же, если теперь раз нас разняли бы, и он еще оттуда выкрикивает, мне что-то, короче, там уже оскорбительный мой адрес. А уже тогда уже... А люди вокруг, которые вас разнимали, они же узнали тебя, наверное? Прикинь, они ко мне подходят, шара, что с чего, шара, шара, все такие шары, я думаю, все меня знают, один Алин меня на голову взял, не узнал бы. Коэффициент там какой был, сразу они, шарышек. Слушай, ну вот, когда он на улицу вышел, это, блин, я бы запереживал, реально. На улице уже, он что-то ожидал от меня, что я с ним разговариваю, человек меня ударил, оскорбил, я не знаю, после этого, что он хочет, чтобы я с ним, о чем разговаривал просто, о чем я должен с ним разговаривать? Ногой это же там было? Да, да, там, ох, блин, ешь с кем-то. Это уже дагестанская улица пошла, да? Это уже что-то на меня нашло. Или шара буллет зло, это уже было. Это уже, когда ты вот человека хочешь, по-нормальному успокоить, и он не успокаивается, он как будто понял, а будет разгонять. Ты же понимаешь, надо его довести до такого состояния, чтобы он просто чуть подумал, там полежал, чуть на звезды посмотрел. Это все точно. Дагестанский наркоз, есть дагестанские авиалинии, это дагестанский наркоз, местный. А здесь дагестанские авиалинии. Никогда кидают это. А вот сейчас новый придумал. Дагестанский, да, Брас? Есть дагестанская авиалинии? Его тоже понять можно. Он, ну, по эскалатору, он думал, как в Москве надо на эскалаторах. Это все из-за женщины. Недавно же на Кавказе эскалаторы поставили. Это основная причина, меня тоже я иногда анализирую. Типа в Москве, я так у нас всегда так. С европейскими я типа подумал. Типа торговый центр эскалатор современность пришла к нам. Мы же современные, можно и целоваться, наверное. И тут Дагестан постучал. И раз появляется злодей средневековья, и начинается там, короче. Лошадь на улице была? Лошадь на улице была? Он похож на такого типа. Расскакал. Знаешь, где-то третий, четвертый в банде Робин Гуда, который самый злой такой. Пойдем туда. Охотник за головами. Я скажу, вот твоя фотка. Ну, кто в твоем списке? Давай, Мария. Был список? Список? Список есть, честно говоря. Ну, сейчас самый главный, наверное, в этом списке сейчас Владимир Минеев, я думаю. Пока с ним история есть. У меня здесь, в России, можно удержать. А так, если история закончится, я, наверное, за океан рванул, потому что хочется проверить себя там с лучшими в мире. Я не считаю, что здесь тоже худший, да. Потому что, допустим, всегда было у нас как ты чемпионат Дагестана выиграл по какому-то виду спорта, то на России ну, не сложнее будет. Дагестан это, это, можно сказать, как бы самый тяжелый соревнователь, чемпионат Дагестана. Потом на Россию едешь, в принципе, так же, да. А потом на мире, на мире даже, чем на России, легче будет многих. И поэтому, кто на России первый становится, он на мире тоже, скорее всего, в финале, как минимум, будет. Ну, а какие предпосылки за океан? Какие-то разговоры есть конкретные, с твоей стороны какие-то шаги, со стороны организации есть какие-то шаги? Что есть на данный момент? Ну, предлагают на контендер, сервис, подраться, либо напрямую. И уже меня спрашивают, ну, чтобы напрямую с данного этого говорить, у тебя как, сейчас есть стремление, желание именно вот сейчас? Я говорю, ну, пока у меня на полгода планы есть в России подраться, как минимум. Ну, есть ощущение, что это вообще нормально может пройти, потому что, опять же, ты не стандартный дагестанский боец. Явно они себе будут представлять, что ты сейчас будешь бороться и так далее. Когда увидят работу ногами, это вообще другое. А они-то еще, ну, видят, как это раскручивать, как делать, да. И вот это, как будто по ощущениям, что прикольный контент. Так типаж, персонажность, все еще, ну, это вообще новый открывается. Вообще другой, да. Не такой же, а новый. Ну, кто из таких, Муслим Салихов, получается, ну, из тех, кто ногами двигается? Муслим Салихов, он сейчас все-таки в возрасте, и он на один удар рассчитывает всегда. У него, он как, Муслим, там, миллион раз один удар отработал, ему просто моментло и так дают. А я больше на количество по этажам. Слушай, ну, мне бы хотелось, чтобы ты, наоборот, провел один бой. Они, я понимаю, что, наверное, здесь легкие деньги, там, подзаработать, провести за полгода, там, три боя на изи, там, кэш нормально срубить и поехать уже. Но время, как бы, тоже, знаешь, не хочется терять, и ты даже не предугадаешь, где у тебя может случиться травма. И пока есть шанс на континдерс шоу поехать. континдерс это где бьются и там, да, навайд такой вот. он сам там присутствует. да, я видел. У меня просто есть желание. Большов же через континдерс попал. У меня есть желание именно эксклюзивный контракт, чтобы они мне предложили не просто обычные условия рядового бойца, который входит только в лигу, там, 12 плюс 12, кажется, у них тысяч долларов. Это такая сумма, но на данный момент она не привлекает меня. Допустим, у меня есть сюда всю жизнь, я вот пока в спорте занимаюсь, я только на минус уходил. На минус уходил, уходил. Сзади меня, пока я на минус уходил, такая большая воронка, яма такая образовалась. И сейчас я вот начал зарабатывать, я эту яму хоть чуть выровнял вот так. На сегодняшний день я ее просто выровнял. И пока там хотя бы вот такой чуть горы не будет, я не вижу смысла туда ехать, в обанке идти. Да, вот. Просто я сейчас сейчас я туда поеду, я в обанке иду, по сути. И те, кто какие бабки я первый бой заработаю, они на подготовку за долги выйдут сто процентов. Потому что в Америку ехать, проживать, это немаленькие деньги там уходят. На это все. Я думаю, мне надо еще чуть-чуть заработать, чтобы я... Тебе нужен спонсор хороший, короче, ботан. Ну и спонсор, да, естественно. Который тебе будет оплачивать сборы, перелеты, и все. И в обанке получается нет, по сути, если у тебя еще будет плюс. Спонсор, да. Понимаешь? Кто там был? Глава администрации там. А ты не в РАР, не в ЮРФ? Я нет. Нет, да? Ты просто с ними... Ну ты же не состоишь в команде, да, какой-то? ЮРФ? Не, вообще я имею в виду. Я в ГУРМА зал представляю, а так нет в команде. А из-за того, что ты представляешь зал этот, есть какие-то дивиденды для тебя? Дивиденды, то, что у меня команда поддерживает, ведет меня в мою бойцовскую карьеру, подготавливает на всех аспектах. А так в денежном плане это мне не дает никаких... Ну у нас там такие условия, что мы... Братская помощь там взаимная идет. А ты реально в том же зале и живешь, где тренируешься? Когда в Москве бываю, я там и живу в гору в зале, там женскую раздевалку переделал на комнату, и я там живу. Это на академической? Да, на академической. Просто, знаешь, какого момента? Нужно чуть больше мотивации у меня сейчас. Все от мотивации зависит. Вот я здесь как-то в России сейчас разогнался. А мотивация это что? Деньги? Ну везде по-разному. Это в зависимости от возраста. У тебя какая мотивация? Пока я в ЮС разгонюсь, у меня же как Чимаева не получится, допустим, за две недели там разогнал. Почему не получится? Ну я не знаю, но это такой редкий уж этот... Редкий случай, как у Чимаева. Слушай, да в твоем случае, мне кажется, это намного легче. Потому что, опять же, давай, вот один твой удар, который попадет в хайлайт, и все. То есть не у всех дагестанских бойцов эта опция есть, как у тебя. Удары ногами. Да, да, да. Это что-то забит. Изначально, как бы, мы для них все скучные. Одеало, не одеало. Вот это, но все равно же витает в воздухе. Ну да. Здесь вообще другой боец. То есть у тебя вопрос пара ударов. поэтому они забиты так офигенно. Там наш первый бой в UFC у всех психология решает. Они первый бой вообще как-то выходят, могут очень плохо подраться многие в первом бою в UFC. Командарь, как настроишься? Вот, допустим, есть момент, я как дерусь в России, я не настраиваюсь на просто победу. Я не ухожу просто победить, лишь бы как победить. Мне уже не устраивают некоторые победы, как я выиграл. Мне устраивают вот так именно. У меня бывают моменты в бою, где я могу удушающим завершить. Я просто этого не делаю. Думаю, ну я знаю, что я завершу удушающим. И мне тренер скажет, ты что сделал? От тебя не этого ждали. Ты что сделал? Я знаю, от меня ждут там ярких нокаутов. Я пытаюсь именно так завершить бой. Но в UFC, может быть, чуть-чуть психология поменялась. Знаешь, в UFC заскакивается, лишь бы выиграть. Вот в UFC это коврынь, надо лишь бы выиграть. И вот в этот момент, здесь я начну думать, лишь бы выиграть. Может быть, это повлияет на мой красивую, зрелищную концовку. Я могу, допустим, красиво завершить, а я там лишь бы завершить уже как-то, да. Слушай, а вот у тебя какая психология перед боем? То есть ты прям вот настраиваешься, может, слушаешь какую-то музыку свою любимую, я не знаю. Какой у тебя настрой перед боем? Вот я вот сажусь перед боем, и у меня такие мысли. Я родился уже воином, и я родился уже готовым к сражениям. А то, что я проходил подготовку два-три месяца, это дополнительно как бы дополнительно как бы бонус к моим возможностям, да. И плюс какая-то подготовка, и то, что такая, то, что я родился, уже таким мне дает силу просто выйти и на голову выше соперника быть. волнение, бывает волнение какое-то, вот это, которое сбивает вот волнение, как будто не должно быть, мне кажется. Вот я видел, ну, волнение, она, когда не бывает, она меня как будто, знаешь, как раньше я выходил, у меня волнение, подлянка, как будто. Чуть страх, волнение, и ты этот страх, волнение, переключаешь куда-то в другую сторону, в нужную тебе, ну, правильно, и тебе это наоборот уже адренальные силы дает, ты быстро вот моментами мыслишь, где тебе кажется, что-то там 5 секунд прошло, а ты за это полсекунды успел о многом подумать и правильное решение принять. А иногда бывает, ты часто дерешься, и у тебя уже волнение пропадает, и ты уже чуть начинаешь беспокоиться, почему я не волнуюсь, почему я не волнуюсь, я же должен чуть волноваться. И уже ты, как бы это, вот у меня в Китае было, каждые две недели дрался там, ухожу уже, как будто не наоборот, а на чай с кем-то попить. И у него уже наоборот тебя бодрило, волноваться надо, что-то адренальные, а мне наоборот казалось, вот типа надо наоборот, типа там кофе, вот именно провести мощную подготовку, отдать все себя на сборах, а во время боя или за день до боя максимально быть на расслабоне. Может быть, это неправильно, но я говорю с точки зрения психологии, вот даже тот момент, когда мы, там помнишь, там два-три часа. Ну так соперника, я думаю, скорее всего, зависит. Вот ты представляешь перед собой какого-то соперника, он там такой монстр, Годзилла, может быть, чуть больше у тебя будет волнения, который ты видишь соперника, не знаю, вот у меня последние бои, я вообще не волнуюсь, спокойно сплю, ни о чем не думаю, а раньше бывало, я там мог думать, вот допустим, у меня был один соперник там Новозеландец, спарринг-партнер, это Аддесани друг, реально хороший, я видел его бои, он там пояса выиграл, всех перебил, стойки как хочешь, и чем-то я смотрю, на мой стиль похожий еще, ну на мой, короче, работа похожа, я думаю, что с ним делать, жизнь, потом с другом советую, он говорит, да нет, ты его выигрыша, не могу понять, а потом смотрю в бою, он тут левой ногой всех отключает, короче, левая нога, и он постоянно всех этой ногой, шах, штах, штах, я думал, как против нее что-то придумали, а потом подумал, что-то придумали, да, я ему два раза выйду, блок поставлю, хорошую на эту ногу, и все, я вышел, он меня один раз осадил, и он теперь видит, что я пропускаю, и теперь вторую роль, со всей силы студия, я ему блок ставлю, так, я уже вижу, как его в глазах, короче, заискрил, нога заболела, я ему на 2-3 раунда эту ногу отключил, просто, все, он без этой ноги, короче, она 50% его работы делала, я его, так же. Слушай, так ты же еще должен был подраться с братом Леона Эдвардса? Да, да, тоже хороший боец, надо было все-таки выйти, конечно, это, это где? Это где вам предлагали? Виллатория. У него, просто знаете, меня что смутило, у него два поражения подряд было, а я потом, когда отказался, реально начал изучать, смотрю, он, как раз, четвертый номер виллатория, в рейтинге, потом Файт Матрис, он высоко, у него два поражения, ну, он, оказывается, который выше себя в рейтинге проиграл бойцам, а сам четвертый номер, я думаю, если я четвертого номера выиграл бы, а я думал, какой-то Алса Деруши, а он, оказывается, просто выигрывал, проигрывал первым, вторым номером. А Перейра, как тебе? С Адесани, они сейчас будут драться? Ну, честно говоря, набрал этот Перейру, раньше он мне казался, что-то такой деревянный какой-то, когда он с Левиным, Артем, он дрался еще в Глории тогда, а сейчас я смотрю, он так набрал, и порядки. А кто тогда выиграл? Артем Левиным. Выиграл, да? Артем Левиным вообще дышать никому там не дало раньше. Ну, для всех оно интригующее противостояние, потому что только он его два раза выигрывал, и один раз рубанул. рубанул. А Десани Аперейра, да. Как раз вот той организацией, где с этим дрался его, Глория, по-моему. Глория Охирус, китайская организация. Боковым он его, короче, внес. А в Китае ты тоже жил какое-то время? В Китае тоже жил, да. В Китае у меня вообще... Тоже по горячему туру у меня поехал. В Китае у меня 10 профессиональных боев в Китае. Я там 5 боев по ММА провел, и 5-6 пока один. Тоже там интересная история у меня была, там у меня было прозвище Король-обезьян, Манки Кинг. Рад, это что такое? Не знаю, пусть в первую бою прицепилось, они в сказки верят какие-то свои. И у них ходишь... Это тоже сказки верят? Подходили к твоих детей и подводили в фотки. И у них в сказках, короче, этот персонаж самый сильный считается. Я у них спросил, он самый сильный? Они говорят, да, ну тогда говори. Так, конечно, чуть-чуть не покажешь, пацаны, Король-обезьян, но сильный, хотя бы сильный. Блин, прикинь, они просто приканулись. Да, да нет, это факт. Это факт. И так эти, давай, Король-обезьян. Я потом, друзья, я был, раз, компьютеры, они там, у них компьютерный клуб захожу, вспомнил, они доту играют один, и Манки Кинг, там, Сунь Вуконг. Я говорю, ты же это мой герой, ты моим героем играешь. Блин, ну прикольно звучит, Манки Кинг, нет? Ну, Король-обезьян хуже, согласен. Вот у Короля-обезьян по-русски это уже, а Манки Кинг... А у них же на китайском Сунь Вуконг переводится тоже, Манки Кинг Сунь Вуконг. А ты чуть-чуть уже... Ну, я китайский не знаю, мне там... Как тебе жизнь в Китае вообще? А где вообще это? Интересно первую неделю, потом уже неинтересно. А еда? Еда сложная, у нас были проблемы очень психологического плана с этой едой, после завещивания восстанавливаться. Один раз мы пришли в кухню, короче, в гостиницу, шведский стол, и вот так мы вот тарелками такой большой шведский стол, реально конец не находишь. Идешь с этой тарелкой, прошел, думаешь, как она пустая, обратно второй круг пустая, и не знаешь, что поставить. Еды реально нету там. Паша был где-то... Это его во Вьетнаме, там была, короче, какая-то колоннада, на нее поднимались, большая стояла очередь, и он поднялся, и ему не дали спуститься, и, короче, к нему подводили. Он еще в татуировках весь, это для них тоже там, они с ума сходят. И вот еще большую очередь к нему выстроилась, чтобы с ним сфоткаться. То есть там везде азиаты, у них... Как мне объяснили, короче, и вот они ходят улицы, если упадет китайцам, будет плохо, им будет вообще плевать, они там переступят. Есть специальный человек, который его обнаружит, и что-то сделает. Если упадет белый, там все вообще сразу, скорая движение останавливается. Белый человек, у них есть культ белого человека, почему-то. А платили нормально там, шапом? Платили, да. Чем в России, больше платили. Потом у меня гонорар тоже там повышался. И я ставку тогда на Китай на самом деле делал. Много боев там провел, у меня имя было хорошее. И вот-вот я должен был только там начать хорошие, большие деньги зарабатывать, реально, как топовый бойц. и я там две недели прожил в Пекине, бой сделал, улетел. В декабре это было. И уже январе там уже началась эта движуха, потом в апреле уже все закрылся, карантин, и все с Китаем закрылось, короче, у меня все. А сейчас движуха не возновилась? Говорили, вот сейчас границы откроются, то открылись, то закрылись, непонятно сейчас, туда залететь, можно и не вылететь, короче. Пока что, я смотрю, внутренний рынок работает, а вот за границей никто пока не летает. Предложений не было, да? Нет. Ну, сейчас у меня, они даже предложат что-то мне, я думаю, они мой гонорар не потянут, который у меня в России сейчас есть, в Китае, наверное, не потянут этот гонорар. Таин, слушай, если разогнать, сказать им, возможно, и потянут. Ну, вот если предложат больше, чем в России, полетел его? Да, с удовольствием. Мне это в Китае нравилось. Возвращение короля обезьян. Я там в гран-при участвовал, одно гран-при было вообще, как я залетел в ММА, я тогда в ММА вообще не тренировался. Пролетелся один бой, и мне говорят, через две недели гран-при есть там, если выиграешь три боя, два миллиона рублей дадут. Я тоже думаю, радость два миллиона, давай вперед. И за две недели там что-то я хотя бы мышцы восстановил, выиграл там одного, второго, третьего. А я смотрю, оказывается, командное гран-при, не у самих по весу участников, а именно пять на пять, стенка на стенку. А я, оказывается, какой-то шанхайский клуб подписал контракт, что я в Китае дерусь именно за этот зал, там, на год или на два. И вот пять бойцов, я все время, все бои я выиграл, оказывается, я не палил, но мои команды, кто по команде был, все проигрывали. И постоянно у нас 4-1-4-1, мы с ним проиграли, групповый метап, и я дальше не прошел. Три боя выиграл, а вот он тренер говорит, что три боя выиграл, мне сказали, два миллиона рублей, там, командная игра, там, на всю команду миллион юаней давали, если в финал попали, а мы с группой не вышли. И вот так, короче, я там смотрю, на мой вес, получается, 16 команд, вообще 16 команд, в общем, я смотрю, получается, 16 участников. Я каждого смотрю, уже думаю, у меня скоро 16-й рекорд, походу, будет. Это те в группе, ты уже в группе провел только 4 боя. Да, я в группе, короче, провел. И я смотрю, я думаю, ну, всех посчитаешь, с полем, сейчас каждый встретился, и такой радостный, думаю, сейчас 16-й у меня рекорд будет, всех побьют. Гонорар тоже, я, короче, нокаутами от того, что выиграл, а там очки добавлялись. Там был, короче, по очкам давали гонорар тоже. И мне каждый раз очки за нокаут много. И потом такая организация была, вообще четкая, там, условия, все, гостиницы дорогие, там, вообще супер, как в UFC почти. Потом прах прикрылась, там, оказывается, хозяин организации деньги, что ли, отмыл, что-то такое. И его, короче, посадили, организация тоже закрылась. Я думаю, блин, мой 16-й урок не судьба. А сейчас в России какие, какие вообще тебе предложения? Ты ждешь предложения или сам уже? Ну, вот сейчас, знаешь, вот по внутреннему состоянию я хочу драться часто, но приходится ждать предложения достойных. Сейчас такой момент в карьере, где уже надо более выборочно. И лучше полгода потренироваться к какому-то серьезному бою, чем сейчас много боев взять, и в итоге одни и те же деньги заработать. Ну, смешно, ты, опять же, про эту аллегорию с поездом говорил, что Шлеменко, Мага Исма были в поезде. Я в последнюю секунду запрыгнул в этот поезд, а они выпрыгнули в другой поезд, пересели, и один в этом поезде никто не хочет. Вот это все, это реальная ситуация получается. С 5-9, так и получилось, я вот в этот поезд залетел, все с этого поезда разбежались, кто на бокс, кто один в поезде ездит там. Ну вот, у тебя площадка, вызывай всех. Потом РСС смотрю, они движутся, РСС забежал, там тоже вроде бы сейчас и Шлеменко проиграл еще. Ну, это говорит о том, что ты опасный. Ильич, ну, я не знаю, что за Ильич, Ильич, я не хочу, как все, Бладжи, Ильич, Ильич, как будто он такой, бля, супер боец. И все он ничего не показал, кстати. Он весь дрался, да? Не знаю. Давно, типа? Ну, года 3-4. Да он сам, по-моему, чуть офигел с такого исхода. Да у него борьбы нет. Вот сейчас я с ним выйду, я в любом моменте могу, понял, Бладжи на краняк просто его повалить и побить. Добить там. Так, не понравится, что движуха, повалил, разбил его и все. У него борьба ноль. У меня класса хватит, чтобы его повалить и побить сверху локтями. Слушай, ну, давайте сейчас уже мне интересно просто обсудим турнир UFC Абу-Даби в октябре. Следующая обстановка Абу-Даби. Надеюсь, на этот турнир попаду наконец. Никогда в жизни не был на турнире UFC. Было бы классно, если ты попал бы как боец сюда. Ну, мне надо, нас просто смотивироваться внутри это все увидеть. посмотреть, как ты собираешься. Я из этого думаю поехать все-таки. Я и в Дубаях ни разу не был. И турниры, я думаю, и в Дубаях побывать, и в турниры заглянуть. В ноябре как раз не так жарко. Сейчас там... Пойдись на острые бой, да? На бойцовской? Нет, там же уже построили свой стадион. Да? Да, да, да. Fight Island это был для ковидных мер. А, все. Абду-Даби будет, да, получается? Да. Слушай, какие у тебя прогнозы на эти бои? Ислам Махачев, Оливейро? Ислам Махачев, Оливейро, думаю, 55 в пользу Ислама, 45 в пользу... Ну, нельзя недооценивать Оливейро. Просто я как не слышал, Ну, ты первый так близко назвал. Ну, в смысле, имеется в виду, да, это вот прям конструктивный такой ответ. Многие говорят, что да, нет, там в одну калитку. Но Оливейро... Оливейро? Нет, Ислам. Ислам? Почему-то недооценивают Оливейро, но он побил же крутых типов, на самом деле. Да, 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 я тоже об этом говорю. Если по оппозиции, вот на бумаге, Оливейро очень тяжелый путь прошел к этому бою. У Ислама полегче намного. Просто Ислам, он аккуратный, бой ведет такой порядочный. Ну, Оливейро, если ему болевой сделает только, или если стойки... Если он стойки не даст раскрыться Оливейро, и на полу не даст ему болевой сделать, я думаю, Ислам может его вести. Ну, пять раундов, я честно не знаю, как Ислам будет дышать. Он вроде бы выносливый, но все равно у него мышцы тоже затекают. Пять раундов посмотреть, интересно будет. ну, там еще есть Тиджей Делошоу Стерлинг. Вот этот бой интересный. Делошоу, мне нравится, боится. И бороться он себя никогда не дает. Сразу скакивает. Такой заряженный парень. Но он после простоя тоже у него дисквалификация. что-то был. Да, и после простоя неизвестно в какой он форме. Если не постарел, я думаю, Делошоу может это считать бой. Там еще Ян дерется с Шону Мелли. Это как будто легкий бой для Яна. Слушай, ну Шону Мелли тоже его почему-то сбрасывают, потому что он весь такой веселый. Послушай, если бой будет стойкий, Ян перебьет его вообще. Блин, ну вот так всегда говорят про него, всегда, и потом непонятно, как он, но вот он попадает. У Мелли еще его обвиняли, то, что его ведут, он слабыми дерется, типа, а вот сейчас все, что он с Петровым бой принял, удивительно мне было. Тоже самое. Потому что очень опасный Петр, он реально сможет в любой момент с руки засадить, уронить. У него весь бой к этому идет, чтобы он в конце просто дал с руки. А у них это претендентский будет считаться? Или как? Нет, просто обычный бой, да. Да, чтобы они чуть-чуть опять упал куда-то на какое место? Почему он не? На 4-5-м сейчас, конечно. То есть ему вот его надо выиграть, и потом он опять сможет. Нет, он не поднимется там, мне кажется, потому что Омелли ниже гораздо. Если ты выигрываешь бойца, который выше тебя в рейтинге, тогда ты поднимаешь на его место. А эти наши UFC бойцы, я смотрю в топ-10, которые стоят, они уже много лет, они и те же. Между собой дерутся, чтобы с топов не слететь и держат. Я вижу, есть за топами бойцы, которые лучше, которые в топах, просто они туда не могут попасть. А туда тяжело попасть, чтобы потом, чтобы не вылететь, они между собой дерутся и с топов не уходят. И никого других из топ-15 не дерутся специально, чтобы они не залетели. Хитрая система такая. Но это бизнес. Это в первую очередь бизнес, и им легче выстраивать все. Я понял их систему. Там есть бойцы, которые не имеют права не чувствуются. То есть, тебе дают такой бой, ты рад согласиться. Есть бойцы, которые раскачивают у них на выгодные для себя бои, в принципе. Есть звездные, топы прям, под которых все делается. То есть, тебе вот предложат, тебе нет выбора вообще. Ну, либо не дерись. Ну, есть, да, бойцы, которые, у них есть интерес, то, что ты звездой стал, и они все делают. Но у них реально вот эта такая машина, реально, можно из любого человека звезду сделать. Да, вообще, причем за короткие сроки. Да. И привезти в такие деньги, братан. Вот если бы, вот, просто, мы же не просто тебе это говорим. Они просто, как даже бывает, потом от Рустама Хавила слышал случай, просто могут тебе подверг, конверт поставить, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов. Просто на ход ноги, чтобы ты чуть выровнял свою ситуацию жизненную, там, чуть проостановленного к спорту относить. Такие подарки, я понимаю. Это ему такое сделали? Ну, да, он говорит, такие случаи часто бывают. Просто они бонусы тебе, короче. Слушай, да. Конверт подверг закидывают. Они в долгую смотрят, такое, ну, скорее всего, это чувачок. Корме, по-моему, говорил, что ему на Новый год, да, просто чек на миллион прислал, типа, мужик, спасибо за работу. Вот наша компания заработала, ты часть нашей компании. Как-то так было. Энтони Петти, то же самое, после боя, когда он... На Новый год жду я подарок. От Даны или от Камилы? Вот сейчас точно буду отмечать. От Даны. От Даны. От Даны. От Даны. От Даны. От Даны. Артур Арутюнян. Камил Гаджи. Амир Мурадов. Николай Клименко. Просто добрые люди. 50 тысяч и 50 тысяч долларов, это реально разница большая. Вот когда я подрался в последний бой, мне такой большой конверт вытащили. Подарок. Я реально от радости не успел там нули посчитать. Смотрю, 50 тысяч рублей. Ну, ну, пацаны, вы что? Ну, чем в плане коммерт, да? Вы что меня за пацана держите? А 84 в UFC что думаешь? 84 в UFC... Я думаю, тут Алекс Перейро. Два пояса сделала, как-то уже за пояс дерется. Как-то быстро, да, он пробрался. Если мне такие же создадут условия там, я тоже так могу почему-то. А как они его реально... Ну, видишь, там интерес они походу, ну... Это опять же бизнес. Чтобы быстрее его с адресами свести, конечно. Его, по сути, мало кто знал, ну, вот Перейро, кто его знал. Только я думаю, кто кикбоксингом увлекается, они бы его знали. И вот сейчас через UFC вот так... Чего им долго его нариновать? А они что? Эта история, она как бы... Потихоньку разрастается. А они UFC ее раскачкарили, то, что он ему проигрывал, все уже узнали, у него же машина целая. И людям интересно теперь этот реванш. Вот это все. Два раза проигрывал. То же самое сейчас. Минеев там, чемпион файнерс. И он в Ахитову когда-то по любителям проигрывал. И сейчас в Ахитову раскачкарит, там два боя дать таких, да, условных. Он выигрывает и с меняем он дерется за поезд. Тоже интересно, да, как бы по-любому будет. Ну да. Играют на зрительском. Слушай, ну вот эти истории, которые поднимают когда-то что-то, это тоже интересно. Это зачастую в поп-мм мы видим. У меня вот в UFC вот было с Пирейро, и прикинь, это у меня винокур, который вообще не разбирается. И он что-то смотрел, и он узнал, что они когда-то дрались. И ему поэтому, чувак, вообще никогда ему плевать на бои было. Узнал эту историю, что они когда-то дрались, это он мне рассказал. Все, ему стало интересно. Плюс один зритель боев. Просто из-за этого. Так фотку выкинули. Он с Домиником Рейсом стоит. Больше вообще, да? Ну кто? Пирейро. Пирейро. И там что-то подписано 102 килограмма. Он немало весит, я что понял. Обычно ударники, они мало гоняют. А он, видно, неплохо гоняет Пирейро. А сколько ему гонять надо было? Ну они все. 18. Примерно оттуда и гоняют. У нас тоже так гоняют даже уже. Со 100 на 84. Я-то с 90-то вижу. Мне наоборот, я считаю, это мое преимущество. Легкости. А 7-7 как бы? 7-7, блин, ради чего? Ради чего-то, если бы было бы такого? Ну, ради соперников, что же. А кто есть на 7-7, чтобы ради него столько сгонял? Нет, я имею в виду, будет намного легче еще драться. Нет тебе? Ты понимаешь, о чем я? Что за легче? Да, да, да. Так же нормально все. Зачем куда-то конято? Все хотят мне испытания создать. У нас слабяк Бадаева спрашивает, я номер один или нет? Он говорит, ну это еще испытания не прошло в Исее. Все хотят мне испытания какие-то создать, чтобы я там не знаю. Слушай, ну а ты как считаешь? Ну, ты уже прошел этот путь? Я уже за свою жизнь испытаний очень много прошел. И сейчас, в данный момент, я хочу громких противостояния, громкие шумные бои, которые интересны зрителям. То, что мне интересно, мне интересно. То, что зрителям интересно, мне интересно. Вот так, я думаю. Но в России считают более таким конкурентным, конкурентные бои в Исее. Залететь в Исее. Я не спорю, очень конкурентные бои. Но именно в моем весе, там чуть такое затище какое-то. А кто там? Магомед Расул Гасанов сейчас чемпион. До этого был Саламу Абдурахманов. Но я знал, что он был чемпионом, но я даже не знаю, как он дерется. Потому что он там два года держал, травмирован был, не дрался. Потом слияние, Ахмат когда получился, он там... Короче, такой вес какой-то, да. Когда Мага был, там был чуть-чуть шум, движуха. А потом чуть-чуть оттищен именно в этом весе. Но Магомед Расул Гасанов очень крепкий тоже боевый. Он очень крепкий, да. Я его каждый в зале вижу, он реально пахар такой. С ним бой тоже невозможен? Ну, кому это интересно? Мне это особо не интересно. Кому это будет интересно? Ну, это очень сильно конкурентный бой будет. Просто, чтобы мне испытания создали. Не, ну не испытания. Если говорить вот о конкурентных боях. Ну, реально же, вот Fight Night, ну что, вот прям есть какой-то ярко выраженный конкурент? Вот мне кто еще нужен? Я же претендент. Три боя провел, три нокаута, самые зрелищные бои. Ну, один боярец. Ну, вот он один и нужен. Ну, да. Что дальше? Не знаю, всего выиграем. Что там? Кто там? Наше дело, пойду там. Да что, ну все правильно, подсобрать бабок и ехать вообще. Это так прикольно, но он просто не хочет, чтобы человек терял свою индивидуальность спортивную. Просто понимаешь, о чем я имею? Спортивная индивидуальность, когда ты всех подряд бьешь, выигрываешь, но нету конкуренции просто. Ну, да. Ну, вот хочется уже, да давай уже вот. Ну, вот для меня, кстати, вот твой бренд не размывается в плане того, что либо профессиональный боец, либо непрофессиональный боец. То есть для меня ты как профессиональный боец, даже если иногда залетаешь на наше дело, там, на поп-ММА. То есть потому что у тебя частота выступления именно в профессиональном больше. Ну, профи это, там реально есть к чему стремиться мне в профи. А вот хардкор, наше дело, там другие организации, там тоже есть интересные истории, движуха. Ну, это она с Клыбиком сейчас, да. Там, может, Пальхараса привезут. Ну, там уже интересно, что-то расскажите, говорите, посмотрим. В профи остается, ну, не знаю, меня весь выиграет уже Евсии, наверное, да. Ну, а нет ощущения, что с тобой не особо хотят драться? Не, вот серьезно. Не знаю. Ну, это у меня тоже есть такие ощущения. Не респектабельные. Как в моменте Махачева никого не могли найти, потому что никому не выгодно было с ним драться. Не знаю, у меня слабая борьба. Чего они, блин, не дерутся со мной? Борьбе же они повалительные. Слушай, ну, ты же говорил недавно, что мастер спорта по борьбе там, ну, не почувствуешь. Вот, кстати, может быть, интересно. Ну, не знаю, есть там бабки или нет. Туйнов же был у нас. Они кикбоксерски сделали промоушен поп ММА. Рэндж. Ты видел, как Рэндж? Да. Видел ты? Да. Вот, может быть, там интересно. Мне кажется, мне один. Меня что-то? Да, интересно было бы тебя там увидеть, на самом деле. Там он рассказывал, что я сам не смотрел. Борты они сделали. Да, я видел. Я видел, да там прям вот один тип просто руками взял. И там борт отодвинул. Вот, допустим, меня там, я как вижу, там молодые, голодные, такие, амбициозные выходят. Вот, вот, всего себя показать. Больше такие напоминают, такие бои бывают же. Мясо, да? Да. Собачьи, не хочу сказать, но такие. Ну, в хорошем смысле. Да, да. Рубятся. Не знаю, мне там с кем драться. Там нет такого имени. Вот, кикбоксинги. Почему я не хочу там драться? В тайском боксе уже мне сильное желание отпало, перегорело. Там нету движухи, там нету имен. Кого там побьешь. Вот ММА раз один бой сделал, тут уже раз всем известный стал. А до этого я там 10 лет дрался в К1, профессиональные бои, где только по всему миру делал. Никто об этом не знал. Я делал, прикинь, у меня было один раз за один год, я 11 профессиональных боев провел. Три титульных. Пятираундовые в Таиланде, в Китае. Там топовых кикбоксеров выиграл. Никто об этом не писал, никто, ничего никому не интересно. Нету движухи там, бывает же, мне даже... Или, наверное, группы простые, которые там даже не отмечают, не говорят, я там выиграл. Раз там один бой в Fight Night сделал, там в нашем деле сделал, вся, а мне заговорили. Я думал, а до этого чем занимался вообще тогда, получается? Ты занимался вот как раз-таки навыком, приобретал все, чтобы там показать. Бук-1 сейчас видишь, не так подпросел, ну давно. А вообще он такой, прошло время. Очень бедный спорт и бесславный такой. Ты можешь там колечиться, убиваться, можешь бесславно смертью умереть. А в ММА есть реально движуха. Если бы все нокауты, которые я там делал, в ММА оформил бы, я уже, наверное, легендой стал. Шара, обращение к молодежи, так скажем, вот как у нас это любят говорить, обращение к тем фанатам, которые за тобой следят, переживают за тебя, что бы ты им сказал бы? Ребята, то, что вы за мной следите, вы правильно делаете. Следите за мной, занимайтесь спортом, берегите себя, свою семью, будьте крепким плечом для своих близких, тренируйтесь и не сдавайтесь никогда. Кроме как большейшего, нет? Ни один удар не должен отсоциаться без ответа, кроме солнечного. Субтитры сделал DimaTorzok